Доброе молочное утро! Вариант это молодые клубни, тогда корочка получится хрустящей и нежной. Разрезаем пополам, а теперь все смазываем растительным маслом со всех сторон. И отправляем наш картофель на противень, срезом вниз. Если картофель крупный, понадобится где-то полчаса. Чем мельче клубни, тем меньше нужно, соответственно, времени. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Пока наша картошечка запекается, приготовим соус. Для этого нужен сыр, натертый на мелкой терке. У меня обрез литовск легкий, он идеально подходит для запекания. Где-то 200 граммов будет вполне достаточно. Отправляем к сыру сметану. Еще понадобится немного растительного масла. Буквально одна ложечка. Теперь два зубчика чеснока пропускаем через пресс. Щепотка соли. Немного перца. И мелко нарезанный укроп. Чем больше, тем лучше. Перемешиваем наш соус. Он, кстати, очень ароматный. Этот соус – замечательная заправка для любых салатов и свежих овощей. Но сегодня у нас другая цель. Накладываем соус на половинки картофеля. Стараемся делать это аккуратно, чтобы соус не растекался. Остался последний штрих. Отправляем противень в духовку еще раз на 5 минут. Ждем появления золотистой корочки и сразу же подаем к столу. Свежие овощи и зелень идеально дополняют наш ароматный запеченный картофель с сырным соусом. Для моего завтрака я использовала сыр и сметану «Брест-Литовск» от компании «Савушкин Продукт». Ведь «Савушкин» всегда из свежего молока. Приятного аппетита и начинайте свой день с молочного завтрака!